Если бы не трагический выстрел 22 ноября 1963 года, сегодня ему исполнилось бы 100 лет. В его честь называли аэропорты, выпускали памятные монеты с его портретом, марки, авианосцы, университеты. Его образ не раз был увековечен в компьютерных играх, мультфильмах и бесконечной хронике. О его жизни ходят легенды, а странные обстоятельства его гибели бесконечно эксплуатируются в кино и шоу-бизнесе. О жизни Джона Кеннеди сказано много. Чем жил 35-й президент США, изучалось буквально под лупой. И в прессу просачивались самые разные факты из его биографии. Вот некоторые из них. В семье его родителей было 9 детей. Он был вторым ребенком и довольно болезненным мальчиком. Даже когда он стал президентом, перед публичными выступлениями он колул себе обезболивающее лекарство, чтобы гримасу боли не было видно людям. В школе будущего президента звали Red Face, что в переводе – крысиное лицо, за схожие черты лица и худощавое телосложение. Кеннеди стал самым молодым президентом в истории США, а также единственным президентом-католиком. Все предыдущие и последующие президенты были протестантами. Он был первым, кто установил тайно от всех записывающую систему в Белом доме, а также первым президентом, который на балу инаугурации танцевал с темнокожей женщиной. У Джона Кеннеди на плече была татуировка в виде черепахи, от которой он избавился по настоянию своей супруги Жаклин. Джон всегда был поклонником кубинских сигар, и прежде чем подписать указ о ведении торгового эмбарго против Кубы, он попросил сделать запас. Секретарю Кеннеди пришлось в срочном порядке закупить 1200 кубинских сигар, только тогда указ был подписан. Щенок советской космической собаки Стрелки, Пушинка, была подарена Никитой Хрущевым, дочери Джона Каролини. А щенков Пушинки Джон назвал пупниками, соединив два слова «пап», «щенок» и «спутник». Это первый президент, который имел медаль «пурпурное сердце», особую медаль, которую установил Джордж Вашингтон в 1782 году. Говорят, что Кеннеди был слишком любвеобильным, и у него было 11 внебрачных детей. Последний ребенок, Рори Элизабет, родилась на свет через полгода после смерти ее отца. Его жизнь часто сравнивают с жизнью еще одного президента США Авраама Линкольна. Исследователь Мартин Гарднер составил целый список совпадений обоих президентов. Вот некоторые из них. Линкольн был избран президентом в 1860 году. Ровно сто лет спустя, в 1960 году, президентом был избран Кеннеди. Оба были сильно обеспокоены правами афроамериканцев. Первым именем личного секретаря Линкольна было Джон. Личный секретарь Кеннеди носил фамилию Линкольн. Оба были убиты в пятницу в присутствии Джон. И еще целый ряд удивительных совпадений. Смерть Джона Кеннеди – самый популярный повод для разговоров о теории заговора спецслужб и политиков. И несмотря на то, что обычный срок секретности в 50 лет уже прошел, когда американские власти снимут гриф «Топ секрет» с его дела, все еще неизвестно. Продолжение следует...